Привет, подписывайся на канал и ставь колокольчик, здесь все самое лучшее. Сегодня затронем очень важную тему, а именно экономия наших личных и семейных бюджетов. Тратить деньги легко, а вот тратить их разумно гораздо сложнее. Всегда есть определенные траты, от которых не уйти, такие как товары первой необходимости, коммунальные платежи и прочие. Смотрите ролик до конца и вы узнаете, как даже не замечая, легко экономить десятки тысяч рублей ежегодно и при этом не быть как Плюшкин. Во-первых, разберемся с коммунальными платежами. На тему экономии воды уже был выпущен ролик. При помощи аэраторов я стал экономить на воде от 6 тысяч рублей в год, потратив при этом всего несколько сотен. В некоторые годы экономия бывает и от 10 тысяч рублей в год. Как ими правильно пользоваться, как рассчитать примерную экономию именно в вашем случае, все это есть в ролике, рекомендую ознакомиться. Ссылка на него в описании. По аналогии с водой можно рассчитать и потенциальную экономию на электричестве. Заменив когда-то обычные лампы накаливания на энергосберегающие, а потом и их заменив на светодиодные лампы, в моем случае стало экономиться около 300 киловатт в месяц. Светодиодных ламп огромное количество, правильно подобрав их, вы даже можете сделать освещение в целом более ярким при значительно более экономном энергопотреблении. Сейчас они гораздо дешевле, чем лет 7-8 назад, когда мне пришлось выложить за них 1020. Теперь это стоит в разы дешевле. Да и даже те дорогие лампы у меня уже давно окупились и принесли кучу денег экономии. Причем большая часть из них до сих пор работают. Хорошие, качественные светодиоды служат очень долго. Некоторые лампы я сам менял на более яркие и какие-то перегорали, такое тоже бывает. Сейчас я нашел и другой способ экономии при более ярком освещении, но об этом потом, если будет интересно зрителям. Да и как лучше рассчитать себе желаемое освещение, тоже тема для отдельного ролика. Ссылка в описании в качестве одного из примеров на лампу с датчиком движения. Такие удобно использовать в коридорах, кладовых, туалетах и других помещениях, где нет необходимости в постоянном свете, да и большой риск забыть его выключить. Без датчика движения они гораздо дешевле. В целом у меня на электроэнергии при замене ламп на светодиодные стало экономиться в среднем 800 рублей ежемесячно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее. То, что используется в быту, можно покупать значительно дешевле на Алиэкспрессе. Сейчас покажу, что покупаю лично я. Но сперва сделаю уточнение. Чтобы экономить и на самих покупках, рекомендую зарегистрироваться на сервисе Backit. С помощью него можно возвращать кэшбэк с покупок. Причем не только с Алиэкспресса, но и с множества других интернет-магазинов. Пользоваться им очень легко. Ссылка на сервис также в описании к ролику. И так, что я покупаю для экономии денег? Например, станки для бритья. А именно, вот эти. Пробовал еще несколько видов, но те оказались, мягко говоря, не очень. Эти и бреют отлично, и хватает их надолго. Почему вдруг станки? Да потому что цены на станки и кассеты того же Джилета уже космические. А кроме этого бренда, в магазинах почти ничего достойного нет. Например, вот стоимость того же, очень популярного МАК-3, хотя он бреет хуже и быстрее затупливается. Средняя стоимость 660 рублей на сегодня, что уже почти в два раза дороже. В общем, еще минимум 100 рублей экономия ежемесячно, если раз в месяц менять станок. Продолжение следует... Дождевик для обуви. Не все поймут, но в некоторых городах, как только начинается сильный дождь, то топит чуть ли не весь город. Ливневки не справляются, так как в них засор, либо они отсутствуют вовсе. Да и власти зачастую и не пытаются решать эту проблему. Даже если вы всегда перемещаетесь по городу в автомобиле, то нет гарантии, что покинув его, вы не убьете свою обувь, добравшись до дома или до магазина. Хорошо, если она просто намокнет. Но с водой поднимается и вся грязь дорог и улиц, которую уже, как показала практика, бывает уже невозможно отмыть. Это очередной комплект почти новой светлой обуви уже на выброс. Теперь такие дождевики на всякий случай находятся и дома, и в машине. За раз могут сэкономить вам покупку новой обуви, а уж ее стоимость вы знаете. Мышки для кошки. То же самое в зоомагазинах стоит в полтора-два раза дороже. В принципе, товары для аквариума, для собак, для кошек на Алиэкспрессе дешевле. Только на мышках я экономлю около 100 рублей в месяц. В сумме с остальной экономией на воде, электричестве, бритье уже получилось от полутора тысяч рублей ежемесячно. Не считая кэшбэков, новой обуви и других товаров и категорий, на чем можно еще хорошо экономить, без какого-либо ущерба для себя, а то и с определенными выгодами. В этом ролике указаны, конечно, не все товары, а только часть. Есть еще, в принципе, и другие способы экономии. Даже на бензине и продуктах. Причем, вы не будете покупать плохие или дешевые продукты, или меньше есть. Лично у меня в соукупности получается до 100 тысяч рублей экономии в год. Если вам интересна такая тематика, то напишите в комментариях. Можете также поделиться этим видео. При вашей заинтересованности, конечно, сделаем еще ролик. Благодарю за внимание. Если понравилось, подписывайся, ставь лайк, жми колокольчик и не пропустишь все самое интересное. Субтитры создавал DimaTorzok